я зашла помолилась ну что что это католическая церковь бог один сегодня ровно четыре недели как в германии карантин по субботам и средам все также продолжается маркет на центральной площади люди все держат дистанцию посмотрите в масках практически никого не видно а поначалу как бы народ был перепуган но вот я сейчас стою смотрю я не вижу нету человека в маске хочу вам показать какая дистанция между людьми в очереди посмотрите посмотрите как далеко от меня стоят люди в очереди стою мясную лапку за колбаской уже свежую клубнику продают немецкую я приехала к строительному магазину мне нужно кое-что купить для сада и я так вам решила немножко поснимать сегодня 17 17 или 18 потерялась вот народ тусуется разговаривает стоит что как в открытую неохота снимать но сейчас посмотрим что в магазине пошли народу очень много в магазине при входе брызгают на каждую тележку дезинфекцион я сказал что мне не надо так как я перчаточках стоят везде знаки минимум полтора метра держите дистанцию в общем народ старается держать дистанцию это первый раз когда я приехал вот в такой большой магазин это что мне надоел сидеть домами просто на самом деле нужно взять какие-то вещи для дома для сада так то очень не надо пленочку на дверь была сейчас может найду то что мне надо ну вот мои покупки мне вообще нужно было вот это но если как по-русски бочка сказать для воды для дождевой воды там внутри кранчик скручивается то есть крышка открывается когда она полная закрывается крышкой и так вот поливать для полива саду все держат эти полосочки все держат расстояние пару метров на народу очень-очень-очень много все как по гирибасовской гуляют в хорошие времена я хотел еще купить цветы еще немножко рассаду но от такого количества людей сказал нет я лучше наш цветочный заеду в нашем городе и да я еще в другой город приехала чтобы вы знали нашем городе обе нет и я вот проделала путь где-то километров 17 недалеко но тем не менее да несмотря на то что я была перчаткой все равно сейчас побрызгаю руки я периодически их снимала перчатки вот сейчас побрызгаю вот смотрите очередь еще он стоит очень большая очередь стоит за колясками 27 градусов и это уже вечер заезжаем деревню с таким интересным названием сексау всем привет я как всегда беру вас с собой на прогулку мы опять недалеко от дома буквально два километра и вот поднимаемся по этой дороге мы здесь никогда не были так что столько мест прекрасных и красивых что рядом вот сейчас как раз на карантине время побывать здесь всей семьей и еще мы взяли с собой друга филиппа нам разрешили двое детей и двое взрослых нет проблем пошли посмотрим что там есть там идет три сподряд человека и все собаками очень много людей на велике и по моему пойдет обещаемый дождь сегодня на улице плюс 24 25 где-то так с утра было очень жарко слышите цикады бою я взяла с собой имбирный напиток здесь имбирь и лимон имбирь заварила как чай и добавила лимона вкусненько на здоровье я хочу вам показать что в лесу то есть я не могу сказать мы нашли потому что мы в принципе знали про это это лесная церковь но молодежь судя по всему облюбовала пришли включили музыку и себе тусуется это пирас вижу честно говоря что такое было здесь но три девчонки просто сидят пьет водичку минеральную слушают музыку и а воду сегодня воскресенье и мальчики заказали мои на завтрак вафли и готовлю по рецепту о своей свекровке называются швабише файны вафель они не совсем такие как русские ну в общем такая у меня вафельница сейчас увидите 185 грамм масла или рамы сахар 45 150 муки 6 яиц и 4 ложки сливок добавляю можете добавить муку молоко может можно добавить молоко завтрак готов идите кушать люси мы уже почти приехали на озеро тити мы приехали на титизэй озеро тити как я уже сказала а парковки все перекрыты все закрыто и поэтому мы искали себе а есть одно место где много народу припарковалась но это как бы такая не парковка я сказал уже мы там парковаться не будем там сто процентов люди получат все штраф и в общем мы здесь возле так вот домов нашли место и припарковались я взяла с собой рюкзак мы планируем сделать пикник вот такой пикник на озере бутербродики и конечно же сегодня русская православная пасха у нас с собой яйца вкусно мы покушали мы сделали пикник и теперь отправляемся вокруг озера погулять и и и и Субтитры создавал DimaTorzok В одном маленьком городке Жалко спряталось солнышко Там тучи И получается, что горы со снегом Сливаются вместе с тучами Но если присмотреться То видно Вот так мне хорошо видать А вот в камеру я не знаю Видно вам или нет В общем, ребята, все версии Сначала мы думали, что это Франция Потом решили, что это Швейцарию видно Так как это не наш город Так как мы здесь проездом Мне очень хотелось узнать, где столько Снега И сейчас проходил только что пастор И мы его установили Спросили, потому что мы как раз около церкви Припарковались, спросили И он говорит, нет, ребята, это Германия Но это наши горы Фельдберг Там очень большая Курортная Нет, там большая Горнолыжная база Очень большая Вот горы довольно-таки высокие Потом посмотрю, какая высота И вот, несмотря на то, что 26 градусов уже держится Вторую неделю А снег в горах Все равно остался Сегодня православная Пасха В Европе она была Неделю назад Мы еще не поняли Это просто церковь Или Это монастырь Это не только церковь И монастырь Тоби уже где-то прочитал А, вон У виски Так украшено Перед чьей-то дверью Я подошла поближе Чтоб снять Продолжение следует... Мы только что прочитали, что можно заходить в церковь. Я зашла, помолилась. Ну и что, что это католическая церковь? Бог один. Я попросила у него, чтобы все поскорее закончилось плохое, и снова воцарил мир, и все было хорошо, чтобы все были здоровы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!